Ты чё? Тихо, 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 тихо. На Урале пьяная водителька устроила ДТП, в котором пострадали три человека. Момент лобового столкновения попал в объектив автомобильного видеорегистратора. Как рассказал ТАУ, участник этой аварии, пассажир Рено Сандера Альберт Шмидт, в минувший понедельник вечером он со своей подругой и её матерью возвращался домой в посёлок Калье. За рулём Рено находилась 32-летняя невеста Альберта Алена Тимиргалеева, учитель математики 14-й Калинской средней школы. Молодая женщина очень аккуратно вела машину, и только выехав на трассу, Серов-Североуральск-Ивдель, официально именующийся Северным широтным коридором, позволила себе разогнаться до 50 км в час. В тот же момент она увидела свет фар, мчавшийся навстречу машины, и вслед за этим сильный удар. Ты что? Тихо, 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 тихо. Стой, стой. Тихо, тихо, тихо. Да это не я. Тихо, ты как? Глуши. Тихо, тихо. Ты как? Да ничего, грудь удастила. Алена, что там? Я нормально. Убедившись, что все живы, но испытывают болезненные ощущения, Альберт вызвал ГАИ и скорую помощь. Вскоре к пострадавшим подбежали множественные очевидцы происшествия. Алену и ее мать скорая доставила в Североуральскую городскую больницу. У молодой женщины врачи диагностировали перелом двух ребер, причиненный ремнем безопасности. Пожилая женщина, как и сам Альберт, отделались ушибами. Прибывшие на место ДТП гаишники провели медосвидетельствование водительницы Сузуки Альта. Алкотестер, по словам Альберта, показал в воздухе, выдыхаемом 46-летней Галиной Каюкиной, содержание танола в количестве 1,350 мг на литр, что соответствует 3 промилле спирта в крови, то есть тяжелому состоянию опьянения. Неадекватные состояния и неспособность реально оценить обстановку Галиной, по словам Альберта, были видны и невооруженным алкотестером взглядом. А окна Сузуки запотели так, будто в его салоне передвигалась целая компания пьяных людей. Вопрос о том, как эта водителка оказалась на встречной полосе, имел риторический характер. Казалось бы, все очевидно, но... Получив сегодня в ГИБДД постановление об отказе в возбуждении административного дела, пострадавшая владелец Рено Алена Тимиргалеева обомлела. Цитата из постановления. В ходе общения у гражданки Тимиргалеевой были выявлены признаки опьянения, поведения, несоответствующей обстановке. Поскольку имелись основания полагать, что лицо, управлявшее транспортным средством, находится в состоянии опьянения, Тимиргалеева в присутствии двух понятых была отстранена от управления транспортным средством, после чего ей было предложено пройти освидетельствование. Отбор проб выдыхаемого воздуха был произведен в соответствии с инструкцией по эксплуатации такого-то прибора и далее о том, как Алену освидетельствовали на месте, как прибор показал нулевую концентрацию этанола и как понятые своими подписями удостоверили проведенное исследование. Поскольку состояние опьянения выявлено не было, инспектор постановил прекратить административное производство в отношении Тимиргалеевой Алены Владимировны. Все бы ничего. Вот только по словам ее жениха Альберта, вся эта бумага от первой до последней строчки является чистейшим вымыслом. Никакого подозрения на состояние опьянения потерпевшей у инспекторов на месте ДТП не возникало. Никакого поведения, несоответствующего обстановке его подруга не проявляла. Не было никаких понятых, как не было и самого освидетельствования на дороге. У Алены действительно брали кровь на анализы и действительно не нашли в ней ни миллиграмма алкоголя, но только было это в больнице, куда Алену вместе с матерью доставила бригада скорой помощи. И никакой необходимости прекращать административное дело в отношении ее не было, поскольку не было основания его возбуждать. Для чего была составлена эта бумага, Альберту и его невесте решительно непонятно. Однако этот документ был передан в страховую компанию, и как он скажется на решение вопроса о выплате компенсации, теперь можно только гадать. А еще непонятно, как эта история скажется на карьере учительницы. Ничего себе заявление. У гражданки Тимиргалиевой были выявлены признаки опьянения, поведение в несоответствующей обстановке. И такие люди учат детей. ТАУ сделала устный запрос в отделении информации и пропаганды областной ГИБДД относительно обстоятельств этой аварии. На момент монтажа этого сюжета ответа из госавтоинспекции получено пока не было. Это не просьба о финансовой помощи, это призыв сохранить остатки честной и патриотической журналистики на Урале. Если хотите 9,5, как раньше, жестко, метко, хлестко, без соплей, то помогите нам, станьте нашими спонсорами. Сила в правде, и мы ее постоянно показываем. Поэтому, если кто-то сможет в это тяжелое время найти небольшую сумму для новостей Черемета, будем благодарны, отработаем сполна. Просто нажмите в нашем профиле кнопку «Спонсировать» и следуйте дальнейшим указаниям и инструкциям на экране. Заранее спасибо, ребята. Вместе мы выстоим.